Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и сегодня мы будем щупать, крутить и вертеть светодиодные лампы от фирмы Гаусс. Да, уже было превеликое множество видеороликов на эту тему у меня, где я эти лампы и хвалил, и использовал, и я их категорически не рекомендовал к покупке. Сегодняшнее видео, оно немножко ясности внесет в момент использования этих ламп. Итак, у меня здесь представлено, если так можно сказать, несколько поколений ламп Гаусс и целых две серии. Это Гаусс Элементари и Гаусс Блэк. Давайте начнем с самого начала, кстати, сказать. Сегодня мы также попытаемся понять, в чем же разница между этими двумя сериями, потому что, ну, для меня это было, наверное, сложно, в том плане, что не всюду есть какие-то характеристики. Итак, смотрите, первое поколение ламп Гаусс, оно имело керамический корпус, который через несколько месяцев эксплуатации начинал покрываться трещинами, и это не мешало работать этим лампам еще несколько лет. Лампы были тяжелые, надписи были яркие, четкие, и из всего того количества этих ламп, которые, кстати сказать, вот самые первые стоили как крыло Боинга, некоторые лампы 12-ти ватки у меня работают до сих пор. Дальше стали появляться лампы в пластикоподобном корпусе, они легче, как будто бы без души, надписи более блеклые, и вот таким вот образом они, в принципе, выглядят. В разное время лампы Гаусс имели разную мощность, то есть 7 ватт, 6,5 ватт, 6 ватт и разные цветовые температуры для конкретного диапазона. То есть, к примеру, 2700 кельвинов, 3000 кельвинов, сейчас все это дело можно на сайте посмотреть. Сайт я оставлю в описании, там переходите, смотрите, там на самом деле очень удобно сравнивать. Итак, и все бы вот это дело так бы и продолжало не использоваться мною, пока мне не написал менеджер фирмы Гаусс, написал мне вообще по умной розетке. Слово за словом мы по поводу ламп разговаривали, и он меня заверил, что сейчас уже качество стало лучше. Появилась серия Black, и как раз таки он меня и сагитировал эту серию Black попробовать. Заслала мне фирма Гаусс коробку этих ламп, и вот одну я всего оставил на это видео. Остальные лампы работают, и с осенью у меня ни одной лампы не выгорело, то есть весьма-весьма хороший показатель. Дальше, лампы различаются по размеру, просто потому что мощность у них разная. Но вот обратите внимание, что 22-ваттная лампа это вообще какая-то огромная пространственная колба. Дальше, по поводу надписей, как будто бы с течением времени цвет надписей становится более светлым, более незаметным. Вот обратите внимание, если первые надписи как будто бы пером выводились на корпусе, то вот даже сейчас Гаусс Black современная, она уже идет очень-очень такая светлая, еле заметная надпись. По поводу внешнего, так сказать, качества внешнего вида, как будто бы Гаусс Элементари прошлых лет выглядят более качественно, чем Гаусс Black сейчас. Да, смотрите еще какой момент. Несмотря на то, что у меня Гаусс Black лампы, а их больше десятка сейчас работают и ни одна не сгорела, у моего папы использовалась лампа Гаусс Black, которая была куплена в начале 2021 года и сгорела, наверное, полгода назад. Да, 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 не все так просто, не все так шикарно, но спасает наличие гарантии пятилетней, то есть вы можете в течение пяти лет прийти и эту лампу обменять. И даже если продавец будет говорить, нет, мы не меняем, после года меняют, потому что пять лет гарантии, и вот эту вот лампу я как раз-таки поменяю. Да, то есть и в этом плане на самом деле очень удобно, то есть как минимум пять лет лампа у вас будет светить. Дальше, давайте посмотрим, что действительно у нас эта лампа не работает, она сгорела. Для начала вкрутим новую 22-ваттную лампочку, выглядит мощно, светит тоже, я вам скажу, мощно. Дальше включаем ту лампу, которая сгорела, и она не горит, потому что логично, она сгорела. И давайте еще сюда вкрутим самую первую лампу, 12-ваттную, которую я, забегая вперед, хочу сказать, что тоже она не работает, потому что она оказалась сгоревшей, но у меня есть и рабочие лампы подобного плана. И вкрутим Gauss Elementary, которая выглядит копченым образом, как будто бы она уже все, но она работает худо, бедно светит, но не в той мере, в которой должна светить. Итак, смотрите, по поводу еще качества этих ламп. У меня есть ночник, который светит уже с 2018 года каждый вечер-ночь. Это лампочка серии Gauss Black, 4-ваттная, вот такая, вот непосредственно в розетку включена. И вот в качестве подтверждения вам чек, который говорит о том, что эта лампа была куплена в августе 2018 года. Теперь, по поводу различий линейки Gauss Elementary и Gauss Black. Да, на официальном сайте, ссылку на который я оставляю в описании, вы можете посмотреть, полазить, там на самом деле очень удобно сравнивать, все характеристики видны. Вот они, видите, Gauss Black, прям в такой привилегированной черной упаковке. И Gauss Elementary в белой упаковке, то есть обычные стандартные лампы. Я постарался найти примерно по мощности одинаковые лампы, но примерно вот прям точь-в-точь я не нашел. Поэтому будем сравнить 6,5-ваттную лампу серии Gauss Black и 6-ваттку серии Gauss Elementary. Для начала, индекс цветопередачи. Это максимально круто, потому что здесь у нас 90-100. Это на самом деле очень классно. И далеко не все светодиодные лампы могут похвастаться таким индексом цветопередачи. По поводу гарантии, Gauss Black гарантия 60 месяцев, это 5 лет, если что. Да, 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 да. Все очень круто по поводу светового потока 520 люмен. Теперь переходим на Gauss Elementary. Здесь у нас уже 6-ваттная лампа имеет 420 люмен. При всем при этом индекс цветопередачи уже 80-89. Заметно ниже. И гарантия здесь уже не 5 лет, а 2 года всего. Но 2 года это тоже на самом деле очень хорошо. Дальше. Есть у нас еще такие показатели, как средний номинальный срок службы. Если у Gauss Elementary он составляет 25 тысяч часов, да, то у Gauss Black он составляет 35 тысяч часов. То есть заметно ощутимая разница. И также минимальное количество циклов переключения у Gauss Black это 18 тысяч. И у Gauss Elementary это 13 тысяч. Таким образом разница налицо. Ну, в общем-то, и в цене разница тоже есть. Я вам так скажу, подытоживая, что серия Gauss Black действительно годная. Подкупает гарантия 5-летней. Подкупает тот факт, что, ну, на самом деле, лампы в большинстве своем, в абсолютном большинстве своем, они светят до сих пор. Но все-таки бывают такие, в общем-то, паршивые овечки, так сказать, да, в стаде, которые перегорают. Но ничего не мешает мне их поменять в течение 5 лет. И это очень классно. На этом все. С вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...